Меня зовут Гречанов Александр, я очень долго проработал в Rich Desktop приложениях и хотел бы поделиться своим опытом, а конкретно в деталях реализации паттерна MVP. Сначала мы рассмотрим особенности паттерна и его реализации, потом мы посмотрим на пример реализации, он будет на WinForm, но на самом деле это не столь важно. Я старался сделать презентацию максимально отвязанную от какой-то фреймворка или привязанную к языку .NET C-Sharp, но на самом деле этот паттерн можно реализовать похожим образом на любом другом языке и другом фреймворке. Соответственно, после каждого слайда я буду делать небольшие паузы, вы можете задавать вопросы, если есть, касающиеся данного слайда. Ну, давайте начнем. То есть на самом деле существует довольно-таки много паттернов, MVC, MVVM, MVP и даже есть MVP-VM паттерн. Почему MVP? То есть я не хочу сравнить данной презентации особенности данных паттернов, просто хочу сосредоточиться на главных преимуществах MVP. Первое, MVP – очень простой паттерн. Второе, MVP позволяет тестировать больше, чем другие паттерны. И тесты, которые мы пишем с использованием паттерна MVP, более прозрачны и понятны. Классическое описание паттерна MVP не дает понимания, что где должно быть находиться, как оно все должно взаимодействовать и более того, непонятно, как написать тесты. И в моей практике большинство программистов сталкиваются с проблемой понимания, как правильно реализовать этот паттерн. Поэтому я предлагаю такую схему. То есть на самом деле в данной схеме участников уже не 3, а 4. И в данном случае, если мы посмотрим на презентер, то есть он содержит в себе модель и view. Более того, он не содержит прямой связи с view, он содержит связь со view через интерфейс. Для чего нам нужен интерфейс? Ну, в первую очередь, по моему мнению, это удобно с точки зрения тестирования. То есть мы в рантайме, когда стартует приложение, мы используем реальное view, в котором содержатся все контролы и компоненты. В момент тестирования мы подменяем реальное view моком на iView. Это позволяет нам эмулировать все действия пользователя и, соответственно, не создавать те контролы. Более того, это очень удобно в точке зрения памяти, потому что мы не создаем контролы и не расходуем память при тестировании. Другой аспект, что не всегда на устройстве, в котором прогоняются тесты, есть какие-то графические устройства, которые позволят нам создать реальное view и как-то с ним взаимодействовать. Ну, связь модели очень простая, то есть презентер содержит модель. По схеме есть какие-то вопросы? Окей, идем дальше. Теперь рассмотрим, как взаимодействует презентер и view. На первом этапе во view происходит какое-то событие. Это событие хендлится презентером. Ну, к примеру, у нас нажата кнопка. То есть это событие хендлит презентер и каким-то образом сможет среагировать. То есть, письмо, это происходит. Первый способ, то есть, если у нас невалидные данные какие-то введены в форму, мы можем показать сообщение, что некорректные данные были введены. Если у нас все корректно, то можем написать, что данные корректные, либо если мы сделали запись в базу данных, можем написать, что данные сохранены в базу данных. То есть, это первый способ взаимодействия между презентером и view. Идем дальше. Второй способ. Так же самое. Теперь презентер взаимодействует со view через модель. То есть, происходит событие на модели. Презентер хендлит, модифицирует модель и view отображает эти изменения через датабайндинг. То есть, у нас event есть, на который подписан view, и, соответственно, view отображает изменения в модели. Идем дальше. Так выглядит типичная модель. То есть, ничего особенного нет. То есть, мы реализуем интерфейс iNotifyPropertyChanged. И, в общем-то, инициируем event, если у нас что-то смодифицировалось. Этот event нам нужен для двухстороннего бандинга. Следующий слайд. Теперь рассмотрим, как выглядит интерфейс view. Интерфейс view содержит, описывает взаимодействие между view и презентером. И первый сет действий пользователя. То есть, он содержит в себя два взаимодействия. То есть, взаимодействие с view, с презентером. И второй сет, как взаимодействует презентер со view. Все взаимодействия пользователя, или все, что происходит на view, мы описываем как ивенты. И action, кстати говоря, очень помогает экономить время, чтобы не описывать каждый раз новый ивент. Поэтому все действия, которые происходят у нас на view, мы описываем как ивенты. Все, что презентер хочет передать во view или как-то взаимодействовать со view, мы описываем обычными метаметами. То есть, примерами действий являются нажатие на кнопку, модификация значения гриды, либо какая-то валидация на гриде. Что касается взаимодействия презентера, примерами может быть показывание какого-то сообщения. Либо спросить у пользователя, хочет он это сделать или не хочет. либо подвязать просто модель, которую мы создали во view в презентере к view. Идем дальше. Байнинг моделей, байнинг MVP. Первый способ, когда мы производим байнинг непосредственно во view. То есть, мы в конструкторе просто создаем презентер и передаем в него данное view. Далее мы создаем view где-то во внешнем коде и отображаем. Это первый способ. Второй способ. Мы можем сделать байнинг вне view. То есть, мы просто создаем view в этом случае. Далее байнинг презентер к view и отображаем view наше. Данный способ позволяет использовать несколько имплементаций презентера для одного view, что может быть в некоторых ситуациях очень удобно. Идем дальше. Инициализация презентера. Как мы видели на прошлом слайде, у нас в презентер передается ссылка на интерфейс. Соответственно, в презентере мы должны подписаться на все ивенты, которые происходят во view. Плюс мы схраним в себе ссылку, если нам в каком-то случае надо взаимодействовать со view. И плюс мы можем создавать модель здесь, либо мы можем ее читать где-то извне. То есть, вторая строчка optional. Но главное здесь то, что мы подписываемся на ивенты. И презентер в конечном итоге будет реагировать на них. Что касается инициирования этих ивентов во view. То есть, тут просто такой хинт, то есть, не обязательно каждый раз создавать на каждый ивент новый метод, мы просто можем описать его таким коротким способом. Если у нас вызов выглядит один или две строчки. Если у нас действительно сложная логика для вызова ивента, то, конечно, лучше переписать это через метод. Но это просто такое упрощение, чтобы не нагромождать код. Идем дальше. Handling ивентов в презентере. То есть, мы подписались на события, в view и теперь хотим каким-то образом его схендлить. К примеру, у нас событие валидации филда. В этом случае мы просто проверяем какой-то condition и возвращаем в view результат. То есть, если это не валидный результат, view схендлит этот респонс и отобразит, к примеру, иконку, что результат не валидный или не позволит пользователю потерять фокус. Это такой простейший пример хендлинга ивента. Идем дальше. Теперь остановимся на том, как презентер взаимодействует со view. Презентер взаимодействует со view просто непосредственным вызовом методов интерфейса. То есть, если мы хотим подвязать модель на контрол какой-то, то просто мы можем создать метод bindmodel и в view подвязать эту модель на какие-то контролы. Далее, если мы хотим что-то спросить или вывести какую-то форму, можем явно об этом сказать. Ну и далее можем сделать звук какой-то, к примеру. На самом деле мы не можем протестить в реальности был ли звук или нет, но проверить, что мы инициируем эту логику мы можем. кстати говоря... Я еще разнимаюсь аналоштуванием. Да, говори. Sorry, это трошки на тот час. Окей, если будут вопросы, можно спросить позже. Окей, тогда продолжаем. использование сервиса. То есть кроме того, как мы отображаем или получаем какие-то действия пользователя со Vue, иногда нам надо взаимодействовать с какими-то веб-сервисами, REST-сервисами или вызывать какую-то бизнес-логику. И в этом случае схема очень похожа на то, как мы взаимодействуем со Vue. И, кстати говоря, это одна из главных причин, почему мне нравится MVP и больше, чем другие паттерны. То есть мы взаимодействуем со внешними сервисами, в том числе со Vue, при помощи инжекшена. То есть мы инжекшем как в данном случае Vue за инжекшене, так же само за инжекшем сервис. И нам легко его замокать. То есть с точки зрения инжекшена данная схема очень удобная. То есть неважно это у нас интерфейс сервиса то ли Vue. То есть у нас мы взаимодействуем и мокаем свои зависимости в тестах идентично. То есть по сути Vue это какой-то наш внешний сервис. Ну и соответственно для того, чтобы забанить, то есть мы делаем таким же образом. Передаем в презентер наш сервис. Идем дальше. энкапсуляция. То есть в некоторых случаях мы не хотим выставлять наружу реализацию, внутреннюю реализацию нашего компонента. К примеру, если мы пишем этот компонент для продажи или куда-то выставляем наружу. В этом случае этот интерфейс, который мы создаем, он будет мешать нам. И любой пользователь, который использует наш класс, будет его видеть. Для того, чтобы не было его видно снаружи, для этого первое мы помечаем наш интерфейс как интернал, далее помечаем ивент как интернал во view уже в реализации и явно определяем реализацию данного view. Таким образом внутренняя реализация нашего компонента, который мы делаем, не будет доступна снаружи. Ну, явно ясно, что это мы делаем только в тех случаях, когда мы действительно делаем какой-то компонент, который хотим к примеру продавать. Если мы пишем просто приложение какое-то интерпрайс, это в принципе можно не использовать, то есть это просто будет overhead. Окей, идем дальше. Unique тестирование, то есть тесты при помощи MVP выглядят очень красиво. То есть первое, создаем mock на view, далее мы передаем этот mock в презентер, и далее мы инициируем event, или симулируем, который произведен пользователю. это может быть form load event, может быть click button, либо ячейка гриды была модифицирована. И дальше мы проверяем действия, которые произошли. К примеру, если у нас модифицировалась модель, то мы можем проверить, что модель приобрела соответствующее состояние. Идем дальше. проверка взаимодействия со внешними сервисами или со view. То есть первое, мы можем проверить, произошел ли какое-то событие, даже то, которое касается непосредственно view. То есть мы можем верифицировать, вот наш mock, мы можем верифицировать, что звук произошел. Конечно, мы не проверяем, что в реальности звук был, но что действия по этому метод на view вызвался соответствующий. И соответственно, ну это очень полезно может быть, если мы хотим тестировать больше, чем просто изменение каких-то значений на view. То есть мы можем проверить, показалось ли сообщение пользователю и так далее. Можем даже проверить, что сообщение вызвалось соответствующим сообщением. Окно было показано соответствующим сообщением. Мы можем проверить здесь description даже. Второе, то, что мы проверяем, это вызов наших сервисов. Ну тут мы действуем аналогично. То есть пример у нас есть стресс-сервис, где вызывается запись данных. То есть мы проверяем, что данные записались. идем дальше. В большинстве случаев мы тестируем паблик методы. Но есть редкие случаи, когда нам будет удобно тестировать какие-то методы internal. В этом случае мы просто помечаем эти методы internal и делаем сборку internal visible то нашей тестовой сборки. В этом случае тестовая сборка будет видеть internal методы нашего класса или нашего компонента. Подробности можно увидеть по этой ссылке. Идем дальше. Переходим от тестирования к более сложным сценариям. На самом деле классический пантертный MVP говорит только о том, что у нас есть Model View Presenter. На самом деле интерфейсы гораздо более сложные. У нас есть главные окна, есть подчиненные окна. И часто нам надо экстендить логику. Первый стандартный способ расширения логики презентера это просто наследование, которое большинство людей использует. Я не буду его описывать здесь. Я просто хочу, чтобы вы задумались о другом способе композиции. То есть мы создаем View, мы подписываем первый презентер на него и далее подписываем второй презентер. В чем преимущество данной схемы? Первое. Два презентера имеют явное и прямое взаимодействие друг с другом. То есть презентер может взаимодействовать с презентером 1. И это будет прозрачным с точки зрения кода. У нас будет презентер 2 вызывать презентер 1. и это второе преимущество этого это юнитестирование. Ну известно, что композиция имеет преимущество над наследованием с точки зрения код тестабилити. Поэтому просто задумайтесь, когда вы в следующий раз будете писать наследование, возможно ли заменить наследование композиции и будет ли вам это удобно. Идем дальше. Я уже начал говорить о сложных сценариях, когда у нас есть главная форма и есть какие-то дочерние компоненты на этой форме и как в этом случае строить наше приложение. В данном случае на диаграмме мы видим главная view и главная view имеет презентера. Далее у нас главная view имеет два дочерних view. Это могут быть компоненты либо какие-то контролы которые размещены на данной форме либо это может быть main view это может быть каким-то другим контролом. Зачастую интерфейс имеет древовидный вид. То есть у нас главная view есть какой-то компонент у этого компонента есть еще какие-то дочерние компоненты. рассмотрим базовый сценарий. То есть главная view и дочерние view. То есть у главного view есть свой презентер и у дочерних view есть свои презентеры. Взаимодействие и binding происходит аналогичным образом как мы рассматривали раньше. Теперь рассмотрим как взаимодействует главное view с дочерними. Но в этом случае очень просто так как главное view знает о дочерних view то мы просто вызываем методы данных view. с этим подходом не должно быть никаких проблем. Теперь рассмотрим взаимодействие как каким образом нам взаимодействовать если то что произошло на дочернем view интересно главному view. Так дочерние компоненты должны быть реализованы таким образом чтобы они не знали о главном view это очень удобно потому что это влияет на реализабельность данного компонента то есть мы можем легко дочерний компонент из одной формы переместить в другой если он не будет знать о parent view поэтому связь между child view и parent view должна отсутствовать в идеальном случае каким же образом если что-то произошло или смодифицировались данные на дочернем компоненте каким образом view об этом узнает в этом случае мы на дочернем view объявляем event на который подписывается главное окно и это позволяет нам избежать двухсторонних связей между дочерним view и главным view случае когда происходит какое-то у нас событие мы просто инициируем этот event и главная view каким-то образом на это реагирует окей идем дальше теперь я хотел бы остановиться на некоторых подсказках как избежать проблем при имплементации данного паттерна первая частая проблема когда бизнес логика подвязывается на изменение модели простейших сценариях это работает но более сложном сценарии когда у нас две бизнес логики подвязаны на одно и то же изменение модели у нас может возникать коллизии то есть например мы никогда не знаем какой какая бизнес логика выполнится первой то первая самая распространенная проблема вторая проблема является проблемой то что если у нас больше всяких бизнес логику повязаны на разные венты у нас может возникать цепочка вызовов бизнес логик которых мы не ожидаем или если ожидаем это может вызывать какие-то непредсказуемые последствия ввиду последовательности вызова данных бизнес логик и самый худший кейс когда у нас две бизнес логики зависят друг от друга и у нас возникает циклическая зависимость когда наше приложение просто зависает у нас одна бизнес логика вызывает другую а эта бизнес логика вызывает ту это самый худший ограниченный кейс поэтому если вы используете подписку на модель то обратите внимание на данный момент и на данные проблемы идем дальше следующий такая подсказка у нас когда у нас есть балковая операция к примеру у нас большая гряда с большим числом данных и мы хотим обновить все значения или большую часть значения либо пользователь нас сжимает кнопку лод чтобы загрузить новые данные в этом случае желательно отключать байнинг потому что такой ситуации у нас возникает много ивентов которые будут влиять напрямую на перфоманс или вы ее будет немножко как-то облимать там и так далее то есть это плохо еще об этого избежать не забывайте для таких действительно больших операций первое suspended binding потом резюмать его и в этом случае чтобы показать обновленные данные нам надо за рефрешить фью то есть вот эти две операции на самом деле могут выполняться одной операцией то есть resum binding and refresh к примеру но либо как-то таким образом зависит от нашего интерфейса окей теперь мы рассмотрим пример реализации данного паттерна я быстренько у нас уже не сильно много времени поэтому я вкратце покажу дальше вы сможете посмотреть это по данной ссылке модель то есть но модель обычно то есть у нас есть интерфейс event property chain для бандина и дальше мы фаерим единственное обращу ваше внимание на типа безопасный способа фаерные то есть обычно пишут тут стринговое выражение таким образом то есть есть способы и вы можете посмотреть в моем примере как сделать это все поток типа безопасным то есть если у нас меняется мы имеем ошибку компиляции и неиспользование стрингов позволяет нам делать просто более красиво то есть как сделать можно посмотреть здесь дальше интерфейс то есть вот наши ивенты которые происходят на view и вот то как презентер взаимодействует со вьюн теперь посмотрим непосредственно вьюн ну а вот наши ивенты вот мы реализуем интерфейс и вот наши ивенты и тут мы подписываемся на какие-то события нашей формы либо контролов и фаерим ивенты в презентере то есть логики во вьюн практически нету идем презентер самая интересная часть то есть вся логика которая находится по валидации модификации данных находится в презентере и она полностью тестирования тестируема ну и соответственно водка наш конструю первое вот наш презентер и вот наши филды которые есть то есть ссылка на view на сервис пример если мы взаимодействуем с сервисами какими-то и наша модель далее конструктор конструктор передается интерфейс view и интерфейс сервиса тут мы просто производим подписку на все события и если мы делаем подписку не забываем отписаться от этого всего то есть но идеальный ивент это на отписку это закрытие формы либо закрытие контрола ну и вот пример как мы реагируем на какие-то ивенты ты совью то есть мы можем вычитать данные из базы данных и сервиса и отобразить их на форме то есть когда закрывается мы отписываемся от всех событий и удаляем все ресурсы view и сервисов окей когда у нас нажата кнопка то есть мы модифицируем модель каким-то образом и рекалькулируем поля если помните я говорила в хентах о том чтобы не подписываться на изменение моделей то есть лучше всего подписываться на изменения во вью тогда у нас не будет возникать каких-то циклических зависимости или цепочек вызовов бизнес логик то есть тут у нас прозрачно что мы рекалькулируем сумму и рекалькулируем не разница ну короче говоря неважно модификация значения ячейки гриды то же самое то есть мы если какие-то филды делаем рекалькуляцию просто преимущество то что мы делаем здесь мы можем это полностью протестировать в тесте то же самое валидация на риде у нас возникает какой-то валидационный ивент на контроле и мы просто проводим валидации и возвращаем валидные данные не валидный и текст это тот те вещи которые мы можем проверить в тесте запись мы можем проверить что непосредственно у нас записалась и если у нас запись не прошла успешно если у нас какая-то ошибка произошла то мы можем проверить что показался соответствующий месседж теперь перейдем непосредственно к тесту как выглядит тест начнем ну вот пример загрузка приложит формы нашей то есть мы первое создаем модель макируем view наше макируем сервис с этапом сервис мог чтобы возвращал нашу модель когда вызывается get data создаем презентеры передаем туда view и файрим ивент форм лод в этом случае мы можем проверить что сервис эндпоинт дернулся наш и далее что модель которую мы прочитали поместилась в во вью передалась во вью изменение на кнопку то есть аналогичный мокинг только мы резием другой ивент и проверяем что наша модель модифицировать то есть вот три филда которые смодифицировались то же самое если мы модифицируем филд в ячейке то есть мы проверяем файрим ивент и проверяем что наша модель изменилась то же самое здесь не буду останавливаться запись при записям им проверяем что соответствующими метод вызвался и соответствующая модель была передана в наших ресервис примеру ну и то же самое если у нас сейф не прошел успешно мы проверяем что месседж с правильным месседжем был отображен в общем-то все по самому приложению то есть вопросы какие то есть именно по данному примеру окей тогда вообще вопросы какие то есть по паттерна мвп и его реализации ну если нет вопроса тогда всем спасибо надеюсь кому то есть на самом деле в данном случае мы рассматриваем реализацию данного паттерна с особенностями dotnet фреймворка и языка си шарп но на самом деле этот паттерн может реализовываться похожим образом в других языках программирования к примеру в джава скрипте и вы можете использовать это если вы захотите использовать этот паттерн в других языках программирования спасибо всем за внимание программирования программирование 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 программирование